На 777 пригодим всем. Добрый день. Иван, а с чем он будет баллотироваться, помимо этих Олежек Газмановых, которых он заставит ездить по регионам и отжиматься на радость своему плебсу? Хотя говорят, что в реальности процентов 20 от всей души рады были снова бы его видеть на посту президента РФ. Я думаю, что тут в принципе невозможно замерить, потому что 20 процентов в России, как показывает история последних 100 лет, причем приблизительно, это те 20 процентов, которые всегда поддерживают власть. В принципе, практически в любой стране от 15 до 20 процентов это люди, которые голосуют за действующую власть вне зависимости от того, кто этой властью является. Так что если Путина поддерживает 20 процентов, значит, как Путина его не поддерживает никто. Как президента его поддерживает 20 процентов действующего. Реально абсолютно никаких нет данных о том, сколько могло бы его поддержать. Зато мы знаем, какие результаты будут у этих выборов так называемых. Примерно 80 процентов будет объявлена явка при более чем 80 процентах проголосовавших за Владимира Путина. В принципе, рубежное значение, которое ставит его администрация, это 80 процентов. Но мы же понимаем, что каждый региональный губернатор постарается отчитаться о том, что у него в регионе господина ПЖ любит гораздо больше, чем в других регионах Российской Федерации. И больше приседают, когда видят его по телевизору. Соответственно, и проголосуют якобы за него в таких регионах, как Чечня, процентов 97-99. Соответственно, общее количество будет более 80 процентов. И если возвращаться к истории о том, будет ли он выдвигаться и с чем он собирается эту кампанию вести, ну, абсолютно понятно, что вести ее по большому счету ему не с чем. И главное, он сам не собирается ни о каких серьезных темах говорить. Не дай бог заставить этих людей задуматься о чем-то. Соответственно, кампания будет максимально короткой, максимально скучной, именно вот официальная предвыборная часть. А сейчас как раз они занимаются, что называется, подогревом настроений, подогревом населения. И тех журналистов, которые готовы, по сути дела, покупаться на их пропагандистские слухи, как сейчас рейтерс, они используют для того, чтобы постоянно подогревать интерес к тому, когда же Владимир Путин выдвинется, как будто от этого что-то зависит. С чем же он пойдет на эти выборы? Как будто с учетом того, что в России собираются, например, именно под эти выборы ввести новую систему электронного учета голосов, и мы понимаем, что эта электронная система, возможно, вводится с уже предвведенными данными результатов, какая разница, сколько людей придет, какие лозунги Путин выдвинет? Единственное, с кем он серьезно говорит, это российский правящий класс. И вот к нему он явно периодически обращается, и мы видим, какие шаги он для этого предпринимает. В отношении российского правящего класса предвыборная кампания Владимира Путином началась с той самой ракеты, которая сбила, скорее всего, самолет с Евгением Пригожиным. Вот это был старт избирательной кампании, на котором он показал, что будет с теми, кто будет выступать против его переизбирания. А если кого переизбирать, Иван, я, конечно, не могу не спросить вас, тема не то, чтобы совсем нашего уровня, но тем не менее, Валерий Соловей, профессор, он неустанно, уже которую неделю продолжает повторять, что Путин мертв, он в холодильнике, 3 ноября были поминки 9 дней, говорит, что вот этим всем правящим классом и всеми элитами и кадровыми процессами, результаты которых мы скоро увидим, руководит Николай Патрушев. И вот он на этом стоит. Вы вообще что видите в этой всей истории? Кому выгодно раскачивать тему того, что Путина больше нет? Еще и с учетом того, что, в принципе, по большому счету это ничего не меняет, потому что мы же прекрасно понимаем, что вот этот как раз правящий класс и элиты, они формируют тоже все то, что потом просто отзеркаливает Путин. Полностью с вами согласен. Самое главное состоит в том, что Путин так или иначе коллективный. Живой, неживой, с двойниками, без двойников. Кстати, недавно тут нашли антипропагандистский, антисоветский журнал, который выходил в 1951-1953 году сатирикон в то время в Мюнхене. И там тоже обсуждали двойников Сталина после смерти Иосифа Джугашвили. Соответственно, эта история вечная, в нее можно играть сколько угодно, и совершенно не важно, были эти двойники или нет. Это важно действительно для безопасности самого Путина. Наверное, это существенный фактор. А для нас никакой роли не играет, даже если он уже скончался. Если им удается это успешно более-менее скрывать и не передушить немедленно друг друга, значит, нам совершенно не важно, умер он или нет. Если бы они сцепились после этого между собой, началась бы неизбежная практически после реальной кончины Путина борьба за власть и за то, кто будет либо новым Путиным, либо будет рулить коллективным Путиным или двойником, вот это было бы существенно. Мы этого не наблюдаем. А Валерий Соловей, очевидно, в данном случае занимается просто не то чтобы пропагандой, потому что я не думаю, что он непосредственно работает на, скажем, администрацию президента. Есть люди, которые считают, что он работает на российскую внешнюю разведку или сотрудничает с ней. Исключать этого нельзя, но российская внешняя разведка может играть в свои собственные политические игры, как мы знаем. Соответственно, работает он в первую очередь на самого себя, на свою узнамаемость, он классный пиарщик, он автор одного из лучших учебников по манипулированию общественным мнением, которое выходило в Российской Федерации когда бы то ни было. Он бывший заведующий кафедрой пиара российского одного из известных вузов МГИМО. Я, в принципе, в свое время с ним общался, он квалифицированный специалист в своей области. Уж как он эти знания применяет, мы видим. И с моей точки зрения это работает, безусловно, на Кремль. Вне зависимости от того, что по этому поводу думают многие в самом Кремле. Может быть, кому-то там это и не нравятся, все эти слухи по смерти Путина. А может быть, они их раздражают и мешают им работать. Но в целом, судя по реакции того же Дмитрия Пескова, представителя российского диктатора официального, они не очень против на эту тему порассуждать лишний раз. Он уже несколько раз эти слухи опровергал. Хватило бы и одного. Если бы им не хотелось, чтобы это раз за разом обсуждалось. Возможно, работает формула, о которой говорят некоторые политологи. Мне она тоже кажется довольно убедительной. Вы говорите, что Путин стар, зато он жив. До сих пор жив и вас еще переживет. И вот эта вот формула, которая включается в ответ на любые слухи о смерти Владимира Путина. Нет, не умер. Смотрите, вот он снова появился. Ну да, в боку покалывает. Ну да, не может на руке удержать часы. И чем-то они ему там мешают. Ну да, у него гримаски какие-то, как будто у него там боли. Ну да, он возлагает цветы, как 90-летний дедушка, который вот-вот развалится пополам. Аккуратно встает, аккуратно потом поднимается после того, как возложил цветы. Так, как будто у него колени уже вставные, суставы. Но, тем не менее, смотрите, живой, руководит. Вот рассказывают, что он умер. Нет, не умер, ничего подобного. И вот таким вот образом слухи через слухи, а российское общество регулируется в значительной мере слухами, а не официальной информацией, в принципе работают скорее на интересы Кремля, чем против них. Иван, зная их частично, эту элиту, кого прямо, кого косвенно, а вы все-таки как полагаете, если его смерть будет реальной и наступит это время, то вот это сцепление между ними, вот эта борьба или драка за власть, она в принципе возможна, она прогнозируема? Или все-таки это такие нетоварищи, которые будут как-то мягко эти все процессы для себя, понятное дело, переорганизовывать, переформировать, и этот транзит власти, скажем так, он будет не такой уж и болезненный для них внутри? Насколько я знаю, некоторые из этой кампании еще после 2020 года, а некоторые даже чуть раньше, готовились к России без Путина, назовем это так, точнее, России после Путина. Причем готовились достаточно агрессивными методами, в том числе пытались уже тогда создавать те самые частные армии, о которых сейчас только ленивый не говорит после попытки мятежа, так называемого, со стороны Евгения Пригожина. Соответственно, их тогда одергивали спецслужбы, там ушли разнообразные подковерные игры, и это очень хорошо демонстрирует нам, к чему реально эти люди готовы, и что они будут делать, если пропадет вот этот вот разводящий, назовем его так, так как, скорее всего, называют, скорее, они вор в законе, ну или можем назвать цивилизованным термином третейский судья, который разрешает традиционно конфликты между ними. Часто специально провоцируют между ними конфликты, чтобы их потом разрешить. Но в любом случае, у него уникальная функция в этой системе. Он никому не дает это место занять. Никто не является достаточно готовым для того, чтобы заменить его. Никто не знает, какими методами часто он это делает. Соответственно, эти нити практически реально у него одного в руках очень часто. Влияние на отдельные кланы или отдельных людей. Это абсолютно не институционализированное влияние. Соответственно, это все какие-то конспирологии, компроматы и так далее. Соответственно, как только он из этой системы выпадает, система неизбежно приходит в состояние нестабильности. Неизбежно одни будут пытаться задавить других. Потому что у кого-то есть больше компромата на других, у кого-то меньше, у кого-то есть купленные сотрудники спецслужб. Нет, у кого-то нет. Нет, у кого-то есть влияние на армейских генералов, у кого-то нет. И так далее. Каждый по-разному готовился к этой ситуации. И, соответственно, тут вопрос только в том, кто кого переиграет. Бабло победит зло или зло победит бабло, я имею в виду силовиков, и тех, кто делал ставку скорее на наращивание капиталов. Но мы однозначно увидим, как только эта ситуация начнется. Собственно, уже сейчас под Путиным она раскачивается и начинается. Вот эти непонятные истории на Северном Кавказе, скорее всего, связаны с конкуренцией разных кланов и с попыткой того же Рамзана Кадырова подчинить себе все северокавказское, а то и все мусульманское пространство в России. Конфликты между военными, начавшиеся еще до так называемого мятежа Пригожина, тоже никуда не ушли. Конфликты между спецслужбами нарастают. Внутри так называемых «системных партий», в кавычках, естественно, которые все фракции одной пропутинской, прокремлевской партии, заседающей в Российской Госдуме, тоже идет борьба. И там выкидывают отдельных депутатов, лишают мандатов. Все это борьба пока скорее за деньги. Но как только уйдет Путин, это будет борьба за власть. Иван, вы вспомнили Кадырова. Я прям хотела это следующим вопросом также вам и задать, потому что он действительно обеспокоен, так выглядит, теми еврейскими погромами, которые они называют какими-то протестными акциями, которые произошли, прокатились в Дагестане, в ряде городов. Апофеозом стал, конечно, погром аэропорта в Махачкале. Просто такого какого-то дикого поведения мы не ожидали в 21 веке. Ну, хотя, впрочем, частично и ожидали. Но Кадыров сказал, если у меня хоть какие-то такие протесты будут, то три воздух, четвертый. Также действия вокруг его сына тоже настораживают, что он к чему-то готовится. Потому что то орденами Адама, 15-летнего, который избил просто без закона, без следствия, Журавля за то, что он спалил Коран. Но это же все было непонятное дело. Как назвали героем, потом вручили ему пару орденов. Теперь он его сделал заместителем главы службы безопасности. Чечня теперь в надежных руках. Он готовит себе какого-то преемника. И к чему вообще готовится Кадыров? Некоторые говорят, что к войне. Ну, я бы сказал так, что Кадыров явно готовится к тому, чтобы найти себе преемника. Причем этот преемник явно не соответствует требованиям действующего российского законодательства. Кадырову это очень хорошо известно. Не знаю, помнят ли наши зрители, но Кадыров добивался власти, начинал добиваться, когда он не имел права стать главой Чечни по возрасту. Он делал несколько заходов на то, чтобы добиться отмены этих ограничений в свое время, в середине 2000-х годов. И ему это не удалось. Он тогда был только один из возможных кандидатов, один из полевых командиров. Тогда в Чечне действовала российская ГРУ и братья Ямадаевы. Президентом был бывший мент Алло Алханов. Нет, Кадыров, соответственно, был сын известного боевика и муфтия Чечни, который был взорван то ли чеченскими боевиками, то ли российскими спецслужбами. Об этом ходило очень много слухов. И, в общем, казалось, что совершенно неясно, кто тогда возьмет власть. И у Кадырова отсроченный период, когда он вообще к этой власти может дорваться. Он все это очень хорошо себе представляет. Насколько тяжело ему было из-за того, что главой республики он мог стать только в 30 лет. А бороться за это он начал приблизительно с 26-27. Соответственно, сейчас не знаю, хочет ли он там Адама своего 15-летнего двигать прямо непосредственно на своего преемника. Или Адам – это такой таран для того, чтобы снести остатки каких-то ограничений законодательных и добиться от федерального центра, от Кремля, чтобы они сняли ограничения. Но он, очевидно, двигается в какую-то, в эту сторону. Мне очень трудно предположить любую другую мотивацию Кадырова в сложившейся ситуации. Соответственно, параллельно он действительно подминает под себя демонстративно все мусульманские регионы, принуждая их присягать, по сути дела, Адаму Кадырову, давать ему ордена. Специально ради этого приезжал лидер богатейшего российского региона, безусловно, после, может быть, Москвы и, возможно, Тюменской области, а, возможно, и нет. Глава Татарстана Рустам Мениханов. При этом до этого человек, близкий к Мениханову, ругался по поводу действий Адама Кадырова. То есть тут удалось прогнуть целый Татарстан. В общем, Кадыров развил активность очень большую, которая явно многих в Москве пугает. И, возможно, будут какие-то противодействия тому, что он делает. А это, в свою очередь, может привести к каким-то конфликтам с российскими силовиками. Я не думаю, что он ждет войны, с учетом тех слухов, которые до этого ходили, которые выглядели, в общем, достаточно убедительно. У него у самого проблемы со здоровьем. И он просто пытается создать, скорее всего, какую-то схему, по которой произойдет престолонаследие в случае, если с ним что-то случится. Вне зависимости от того, когда это случится. Он действует в сделке в связи с Путиным по-прежнему? Или уже это все напоминает больше самостоятельную игру? Ну, я думаю, что здесь работает примерно так. И это как раз видно очень хорошо по дагестанской истории. Ходили слухи, и я не уверен, что они безосновательные, весьма похожие на правду, что это как раз участие Кадырова в значительной мере и простимулировало те самые беспорядки. В Дагестане идет противостояние действующего главы региона, с которым у Кадырова очень плохие отношения, бывшего российского силовика, соответственно, с местными кланами. Местные кланы конкурируют традиционно с чеченцами за разнообразные сферы влияния и околокриминальные, и самое сейчас главное разнообразные отмывочные схемы с бизнесом из-за стран Персидского залива. Соответственно, вот этот вот исламский бизнес, в который включены все российские исламские, и не только на самом деле исламские регионы, но исламские регионы выступают посредниками и имеют свою долю за то, что они другим помогают в этот мир входить. Сейчас это автоматически значит одновременный обход санкций по не самым сложным схемам. Соответственно, и сейчас такое ощущение, что кадыровцы активно давят дагестанские кланы, но не исключено, что какой-то дагестанский клан оперся на кадыров, и кадыров оказал некую поддержку. Нет, есть информация о том, что этих якобы стихийно протестующих, активную их часть, бородков, на самом деле, будем их называть термином понятным украинским зрителям, вот эти вот техники были, скорее всего, свезены и подготовлены. Ну а какая-то часть, конечно, спонтанно присоединялась к попытке погрома. Так вот, соответственно, получается, что вначале кадыров, возможно, подогрел ситуацию, а потом жестко выступил и осудил, потому что было понятно, что Владимиру Путину этой ситуации совершенно не нравится. У него практически под ногами земля гореть начинает, он не может это отрегулировать. Опять-таки, согласно еще одному слуху, готовился большой федеральный силовой десант в Дагестан. Недавно там арестовали мэра одного из крупных городов, и ходили слухи, что действующий глава региона готовит полноценную антикоррупционную зачистку. Ну, понятно, что это и антикоррупционная, одновременно его оппонентов, просто прямых людей, с которыми он конкурирует или которые ему не нравятся. Но так или иначе, был захвачен аэропорт. Возможно, ровно тогда, когда в Подмосковье готовились спецназовцы ехать на аэродром, чтобы вылетать в Дагестан. Соответственно, вот такая вот сложная схема, в которой вся эта операция была прекращена. Путин, очевидно, недоволен. Вылезает со своего Валдая и устраивает совещание. Устраивает там потом еще два часа после открытой части разноса, разбора полетов с силовиками. И тут же, конечно, Рамзан Кадыров говорит, спец в лоб, вот это вот все. Он прекрасно понимает, что он работает на одного конкретного слушателя. Слушателя, впадающего постепенно в маразм. Нет, слушателя, не доверяющего и окружающим его людям. Слушателя, которого он, в принципе, может обмануть. И, видимо, уже неоднократно ему удавалось его обманывать. Соответственно, неважно, какие папочки положат в этой ситуации Путину на стол, какие спецслужбы. Важно, кому он из них поверит. А у Рамзана Кадырова есть люди, через которых он может, помимо, как бы не напрямую сам, но воздействовать на Путина. Он очень дружен с бывшей главой путинской охраны, с Виктором Золотовым, главой Росгвардии. Есть у него там и другие контакты. То есть, скорее всего, это был театр одного актера для одного зрителя. Очень интересно. Иван, а я вообще хотела спросить, на кого Путин может положиться, помимо Золотова, а, наверное, и на него уже не может. А у него остались какие-то силовики, которые его не обманули, не обманывают или не преследуют эту цель в ближайшем будущем? Я думаю, что с учетом того, что как бы в диктаторском режиме диктаторы начинают обманывать все, это практически неизбежная ситуация, потому что, с одной стороны, ему тяжело сказать правду, потому что он может отреагировать неожиданным, мягко говоря, образом. Как известно, гонцу приходящему с дурными вестями чаще всего достается. И никто не хочет быть таким гонцом в подобной ситуации. Соответственно, они начинают уже ему лгать, завышая потери, например, Украины в войне. Путин постоянно путается в цифрах о потерях украинской армии. И понятно, что одни пропагандисты ему дают одни цифры, другие – другие. Он пытается понять, какие из них более-менее достоверные. И к ним придумывает еще свое нечто, чтобы их завысить. И получается уже полнейший бред. Соответственно, и это обман как бы, как это, ложь во благо, с их точки зрения. А есть прямой обман Путина, когда они пытаются от него скрыть какую-то информацию или заставить его действовать нужным образом. Известно, что с ним уже, как с Борисом Ельцином, который, как известно, имел серьезные проблемы со здоровьем, в прошлом имел проблемы с алкоголизмом, за несколько лет до своей смерти постоянно сидел на достаточно сильно действующих лекарствах. Его, его семья тогда была в России, такой прямой термин, просто периодически настраивала, как, ну, фактически, как собачку за печенье. То есть усаживая его перед телевизором и врубая ему нужную программу в нужное время, чтобы он узнал, кто его очередной предает или кто ему там создает какие-то проблемы. Нет. Но Ельцин при этом не был как бы человеком настолько диктаторского типа и не всегда действовал все равно запрограммированно. С Путиным, судя по всему, работать им гораздо проще. И известно, что они этот же номер проделывают сейчас и с Путиным периодически. Он же известно, что смотрит свою собственную пропаганду и свой собственный телевизор и верит в свою собственную ложь, соответственно. А получается, двойная ложь периодически, когда ему специально записывают какие-то программы, которые идут по российскому телевидению, опять для одного зрителя, а не для всех россиян, для всех 140 миллионов. Соответственно, конечно, его обманывают все. И, естественно, он это понимает на самом деле и не доверяет никому. Но вот эта ситуация, по сути дела, тупиковая. У него есть несколько людей относительно верных, но которые он понимает, что они его не предадут в том плане, что им деваться некуда, если не будет Путина, не будет их самих. Это люди, на которых он более-менее полагается. И Кадыров я думаю, в числе этих людей, потому что Путин уверен, и тут он вряд ли ошибается, что как только исчезнет Путин, и Кадырова тоже соживут. Причем не важно кто, московские силовики или чеченские боевики. И не подавятся. Будем болеть за все команды. А есть, нашлись такие, Иван, которые решили сказать правду. Сотрудники российской разведки, исканные из стран Евросоюза после вторжения России в Украину, обратились с коллективным обращением к президенту Владимиру Путину. В письме, на которое ссылается издание The Insider, они, знаете, Иван, недовольны. Они выразили недовольство тем, что в России для них нет достойной работы, а для их детей мест в школах и детских садиках. Офицеры, служившие до войны в депмиссиях, подчеркнули, что для многих семей переезд на родину в возвращение стало просто-таки личной трагедией. Вот им говорят, потерпите, все уладим в ближайшее время, но как-то вот ничего не улаживается. А может, эти сотрудники российской разведки тоже обманут, предадут Путина и станут кротами? И чему же они так удивляются, не понимаю. Я думаю, что если они вернулись в сложившейся ситуации и не попытались договориться со спецслужбами стран, в которых они работали, то, скорее всего, кротами они уже не станут. Либо стали еще задолго до этого. Тоже возможный, конечно, вариант. Сочувствия от Путина они точно не найдут, потому что он точно так же возвращался в свое время СГДР, и в итоге это стало для него трамплином для гигантской карьеры. Так что все, что он им может сказать, посмотрите на меня, как можно обратить эту проблему наоборот в большой успех. Что касается таких писем, то понятно, что это звучит достаточно смешно. Другой вопрос, опять-таки, в том, не идет ли речь о каком-то манипулировании. Нет. Когда мне говорят про любые сливы из российской администрации президента, из российских спецслужб, нет, я всегда понимаю, что, конечно, система идет сейчас постепенно в разнос, но накануне войны никаких достоверных сливов у нас не было. Шел постоянный обман и постоянная информационная манипуляция. И на каком основании мы сейчас можем думать, что нами снова не пытаются сманипулировать. Поэтому в целом письмо смешное, но я бы его в первую очередь анализировал с точки зрения того, каково могли бы использовать для манипуляции российскими оппозиционными медиа и вообще как бы противниками Путина, а не с точки зрения того, смогут ли эти люди получить свои социальные льготы, садики и, главное, квартиры. Вот это вот самое вечное квартирный вопрос испортил не только москвичей, но вообще всех в свое время граждан Советского Союза, а в России всех чиновников и околочиновников. И сколько раз еще находясь в Москве я слышал разговор о том, кто у кого какой государственный чин, кто может рассчитывать на то, что ему его ведомство квартиру даст, а кто нет. Как люди ломаются, эксперты на том, что им дает ведомство, против которого они боролись, квартиру. И вот эта вот вся история с ипотека замучила, и поэтому работаем на кремах. Она, конечно, не про чиновников, у них не ипотека, им просто квартиры выдают. Соответственно, я думаю, что это вечная история о том, как они выпрашивают свои какие-то кусочки этих благ. И с этой точки зрения мы можем сказать, что сталинская система живет в Российской Федерации, потому что именно при раннем Сталине или там при позднем Ленине, но скорее все-таки при раннем Сталине возникла система нематериальных благ, которыми удерживалась вся государственная машина, подкупалась, коррумпировалась и так далее. И она по-прежнему живет и благоденствует в Российской Федерации. Живет, светит и пахнет. Иван, а с целью каких манипуляций главные могут такие сливы и их распространение в информационном пространстве использовать? Вот это сложный вопрос на самом деле, потому что я помню, как, например, The Insider сообщал о том, что в марте 2023 года весь внешнеполитический блок администрации президента Путина уйдет в отставку. Якобы это сообщил источник, который до этого давал им действительно достоверную информацию несколько раз. Мы видим, что никакой внешнеполитический блок никуда не ушел. Прекрасно продолжает советник Ушаков Владимира Путина работать. Наоборот, он вернул прежнее влияние, возможно, его еще и нарастил. Зачем тогда это сливали? Для того, чтобы ускорить его отставку или, скорее всего, для того, чтобы эта отставка не произошла, потому что, как известно, Путин действует всегда вопреки публичной информации. Если сообщается о том, что он кого-то хочет уволить, он этого не делает, даже если до этого собирался. Соответственно, и тут надо понять, кто и для чего какая из спецслужб могла бы подставить другую. Может быть, это письмо правдиво. А может быть, например, я не знаю, главное управление разведки, точнее, сейчас оно называется главное управление просто российского генштаба, например, пытается выставить службу внешней разведки, которые думают только о детских садиках для своих детей, и о квартирах для себя, о теплых местечках, и на самом деле совершенно не заботятся о обороноспособности Российской Федерации, условно говоря. Или речь идет о том, кто будет контролировать загранучреждения, если раньше это однозначно всегда была служба внешней разведки, которая была активно встроена, например, в Россотрудничество, то, возможно, сейчас у них там идет конкурентная борьба, и кто-то ФСБ, скажем, пытается доказать, что они гораздо лучше смогут эту задачу реализовывать, и вот посмотрите на этих неженых, которые до нас там работали. Разве им можно было доверить серьезные задачи? Они же только о детских садиках и о пособиях думают. Им на пенсию всем пора, давайте поставим туда молодых с крепким рукопожатием. Понятно, здесь Иван, у нас, к сожалению, пять минут остается, но и о международной тематике, да и нашей войне в целом не могу я вас не спросить. Президент Украины Владимир Зеленский, называя Путин террористом очень там хорошим подходящим словом, но Ютуб меня запикает, уже так сегодня делал. Поэтому скажу так, в интервью NBC News сказал также, что война не зашла в глухой угол, и мы разрабатываем новые военные стратегии, в частности, и поведение. Мы с вами увидели, конечно же, и три публикации Валерия Залужного для Заэкономиста, вот третий раз он выходит в прессе, второй раз для Заэкономиста. Скажите, пожалуйста, Иван, вы общаетесь, находясь в Европе, что увидели в этих всех месседжах, в публикациях, европейские политики, чиновники, эксперты, они видят в этом просто наш запрос с западным партнерам на то, что действительно нам нужно, дабы ускорить и сделать более эффективным наш процесс борьбы с террористическим злом, со злом войны, или все-таки они в этом увидели какую-то тупиковость, вот как говорят, какие-то разногласия, уже там ходят слухи между нашей властью, нашим военным командованием. Просните, пожалуйста, как смотрят в Европе на то, что происходит и в публикациях, и в заявлениях? Ну, европейские медиа однозначно это трактуют как некие противоречия, которые существуют между командованием ЗСУ и офисом президента. Возможно, более широкие, возможно, менее широкие, возможно, тактические, возможно, стратегические. Это сейчас непонятно. Параллельно с этим обсуждается, будет ли Украина проводить все-таки президентские выборы или не будет. И если будет, то тогда это все трактуется, безусловно, в ключе противостояния накануне выборов. А заложного, вопреки всем его заявлениям, немедленно начинают сватать в качестве кандидата в президенты. Но есть другое измерение, немедийное, это экспертно-политическое. Экспертно-политическое измерение в Европе приблизительно в следующем, насколько я понимаю, ключи сейчас рассматривают ситуацию. Они видят, что США активно переключились на помощь Израилю и в целом для Джо Байдена ситуация с Украиной становится менее выигрышной. При этом существует, конечно, консенсус среди американской бюрократии, что не помогать Украине нельзя и помощь эта будет продолжена вне зависимости от того, кто будет президентом. Но момент, когда помощь эта может снизиться и достаточно ощутимо, он близок. И, соответственно, Европа, которая не хотела бы, чтобы это произошло, большинство европейских стран сейчас как раз очень сильно опасаются снижения американской поддержки и понимают, что они в таких масштабах поддерживать Украину скорее всего не смогут. А если придется и смогут, то не очень хотят, потому что у них у самих начнутся политические проблемы с оппозицией и с избирателями и с медиа при резком увеличении масштабов поддержки. Соответственно, это вызывает просто беспокойство. Беспокойство и ощущение того, что Европейский Союз вряд ли сможет на эту ситуацию серьезно сейчас повлиять. Ему нечего предложить США для того, чтобы эта поддержка продолжалась. И он не может оказать влияние на на самом деле настолько серьезно на руководство Украины, чтобы стимулировать его к тем или иным действиям, если там есть какие-то внутренние, что называется, приводные ремни в отношениях между руководством ЗСУ, между офисом президента или лично Владимиром Зеленским и всеми остальными, если журналу Тайм верить. Соответственно, ожидания. Ожидания, чем это в ближайшее время закончатся, когда, наконец, реальные противоречия между кем и кем они есть и в чем они состоят выйдут окончательно на поверхность. Вот это ожидание политического эстеблишмента и экспертного сообщества европейского. Я бы сказал так. Иван, спасибо вам. Мы бы очень не хотели быстрого мира на самом деле, о котором ходят слухи. Вот это очень важный момент. Не услышала, хотели бы или нет? Не хотели бы быстрого мира. Прекрасно. Потому что Европейский Союз неоднократно заявлял, что будет готов поддерживать Украину до победного конца. И нынешние правящие элиты стран Европейского Союза собственно на этом и стоят. Отходить от этой позиции они не будут. Пусть даже их поддержка не настолько велика, как Украина бы хотела. Тем не менее. Тем не менее, многие уже дали действительно все, что у них было. И вот президента Еврокомиссии Урсуа Вандерляйн, которая была только с визитом в Украине, говорит, цель есть справедливый мир в Украине, а не замороженный конфликт. И вот вы подтверждаете она, ваши слова, вы ее. Иван, спасибо вам от всей души за этот чудесный разговор, за ваш уникальный анализ и за вашу работу и позицию, за то, что время для нас нашли. До новых встреч. Спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго. Рада видеть. Как и наши зрители, это был Иван Преображенский, напомню, кандидат политических наук, а также эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы. Друзья, с ним была я, как вы заметили, Ирина Узлова. Спасибо, что вы были вместе с нами. Поставьте, пожалуйста, лайк этому разговору, дабы как можно больше людей его увидели и услышали. Так работают алгоритмы Ютуба. Подписывайтесь на Ютуб 24-го, нас уже больше 6 миллионов. Двигаемся вместе к победе. Она точно будет. Берегите себя. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok